всем привет сегодня у меня видео о посылочке из магазина иголочка я уже не первый раз делаю там заказ очень понравился мне этот магазин я сейчас в процессе того как буду показывать вам новинки попутно буду рассказывать вам об этом магазине в общем первое чем мне понравилось это тем что украинских производителей мы в россии можем приобрести по цене которые ниже на других сайтах а также не переплачивать за доставку потому что из украины очень дорого оплачивать доставку а здесь идет пересылка по россии по нашим почтовым расценкам единственное не всегда прям сразу в первый день заказ отправляется иногда нужно немножечко подождать но я ждала недолго буквально две недели и все было отправлено я думаю что разница в цене ощутимая и лично для меня две недели небольшой срок могу подождать вот такие новинки вышли от фирмы wood stitch я уже делала обзор на эту фирму была у меня трансляция где мы с вами вместе разглядывали эти наборы и деревянные заготовки мне в этих наборах даже понравились больше чем у волшебной страны они такие гладенькие такие приятные на ощупь вот эта серия кактусов и совят но в общем дизайнер решил совместить всеми любимых совят и всеми любимые кактусы но как раз в инстаграм у вот этой фирмы вот стич там было написано магазин иголочка тоже имеет свой инстаграм я кстати ссылки на магазин и на инстаграм оставлю под видео девочки магазин и иголочка есть еще другие а я делаю заказ со магазине иголочка ком ю а будьте внимательны если вы хотите что-то посмотреть то переходите по ссылке вот потому что если вы по поиску набираете то там еще какие-то другие есть магазины иголочка в общем вот этот кактус совушка не скажу там серия ничего не вижу ничего не слышу никому ничего не скажу и в общем три совенка вот этот никому ничего не скажу не вижу не слышу я не стала заказывать выбрала одного но в принципе я понимаю что три одинаковых совенка я все равно не вышлю когда я вышиваю матрешки они хотя бы разные у них разная одежда а здесь совета одинаковые только единственное крылышками один закрыл уши другой глаза третий рот поэтому я думаю что одного совенка мне вполне достаточно у всех на голове разные кактусы но я уже вышивала отдельно кактусы от фирмы жар птица и от фирмы mp studio поэтому я думаю что здесь еще кактусы вышивать для меня будет это лишнее если вы не вышивали еще кактусы то для вас будет нормально поскольку я уже их много вышила я не захотела вышивать все три но один наборчик я все-таки заказала вот такой прикольный совенок ну я считаю что они прикольные вот эти совета прикольные так еще что приехал ко мне с кактусами это вот такая коробочка поскольку мы с вами как уже говорили мне захотелось следом вам показать вот такую коробочку там они разных расцветок чем необычная эта коробочка тем что здесь магнит приклеен конечно же вы в любую коробочку можете сами приклеить магнит но когда я покупаю коробочки из fix price у них крышки снимаются крышки снимаются и даже бывало такое где-то у меня отдельную крышки вот а здесь крышечка вместе и как походный вариант маленькие ножнички или иголочки все это игольница вот я думаю очень классно использовать как походный вариант или например вы в поездку куда-то едете чтобы у вас ножнички например не стучали не болтались да самолет не пропускают наверное ну в поезд многие девчонки с собой берут наборчики в отпуск ну я думаю что может быть кому-то будет такая организация удобная полезная но не знаю мне понравилось мне очень понравилось захотелось такую коробочку тем более что она недорогая и там есть разные расцветки вот поэтому вот так вот организовать процесс с кактусами будет прикольно но когда я снимаю видео мне иногда хочется иметь какие-то такие красивые детали для того чтобы вам их показывать я думаю что вам тоже нравится когда это выглядит так все красиво вот такой мышонок уже был обзор на ютюбе вот этого мышоночку уже показывали но поскольку год крысы все вышивают крыс я решила вышивать мышат ну в общем на самом деле мне не важно просто мне нравится этот мышонок он такой прикольный красивый на подставочке в общем девчонки уже не только делали обзор я уже видела вышиты их вот этих вот мышат на ютюбе и тоже захотел такого мышонка вышью для своей внучки василисы когда она будет играть вот она куколок своих посадит и вот так на подставочке поставит этого мышоночка и будет играть вот такая вот красивая салфетница это новая для меня фирма верена тоже видите украинская на этом сайте много представлено украинских производителей и мне интересно посмотреть что-то новенькое для для меня вот такой подставочки сейчас откроем посмотрим что входит в комплект в комплект входят две заготовки которые на подставке они вот так ставится и между ними салфетки с обратной стороны фетр вот опять почему я приобретаю цветной фетр я не понимаю почему производители всегда вот такой белый а тут не белая какой-то сероватым оттенком как будто грязный белый фетр вот если он сейчас уже вот так выглядит грязно-белый тем более когда у нас будут белые салфетки и будет это бросаться в глаза ну может быть середине то и не видно будет но гости же захотят взять в руки и посмотреть вашу вышивку а там с обратной стороны вот такой фетр который смотрится как грязненький лучше бы он был цветной я не понимаю почему нельзя положить красный или зеленый фетр вот зеленый вообще было бы идеально и смотрите что еще для меня удивительно что здесь комплект не входит бисер бисера здесь мало написано сколько штук так а почему-то я не вижу номер бисера очень даже интересно цвет бисера есть номера нет бисер есть глянцевые бисеры есть матовые бисеры есть с внутренним покрытием я вышиваю бисером пресиоза здесь написано чешский бисер десятый номер если мы берем с вами чешский бисер десятый номер где номера собственно так ну что хочу сказать что хочу сказать троечку ставлю я этой фирме для меня это первые первый раз я взяла эту фирму в руки я считаю что номера бисера здесь должны быть написаны схемочка очень мелкая но поскольку она простенькая тут в общем то не запутаешься я так думаю что можно было чуть-чуть покрупнее напечатать схемку и на отдельном пусть листочки обязательно сделать ключ где были бы написаны номера бисера может быть я сейчас что-то не вижу какую-то информацию больше здесь ничего нет больше ничего нет вот они 123 количество штук собственно количество штук написали а какой бисер используется не написали но для того чтобы подобрать матовый бисер или блестящий здесь тоже нужен дизайнер я вам хочу сказать что не все подбирают бисер красиво я сколько раз видела оформленные работы где например все вышито блестящим глянцевым бисером и это смотрится некрасиво поэтому если вот вам кажется что с легкостью можно подобрать бисер я вас разочарую я много вышиваю бисером очень много икон я вышивала и в некоторых красный например бисер матовый используется в некоторых прозрачный в некоторых блестящий и когда они сочетаются между собой цвета ну там оттенков очень много у бисера пресиоза так ну ладно чё я буду как бабушка ворчать да но с другой стороны я же делаю обзор и обзор должен быть я считаю максимально правдивый да ну что я буду сейчас расхваливать если мне еще придется подбирать бисер морочить голову и неизвестно что у меня получится в итоге так ну ладно конечно если бисер был в комплекте бы набор бы стоил гораздо дороже но лично я предпочитаю все приобретать в комплекте ну может быть у кого-то есть остатки бисера дома и вы сможете этими остатками вышить вот этот набор хотя две стороны вышиваются я не знаю сколько должно быть остатков чтобы вышить обе стороны но и этот наборчик из деревянной заготовки тоже не дешевый и вот я бы не рискнула вышивать бисером каким попало тем более гости придут и это будет стоять на столе я считаю что эта работа должна выглядеть безупречно для того чтобы у гостей не сложилось впечатление что вы плохо вышивает вот так что ну ладно буду бисер подбирать хотя может быть есть официальный сайт и может быть там указаны номера бисера я еще не знаю но если это действительно есть то здесь должно быть написано я не вижу здесь ничего не написано никакой информации нет но дизайн все равно прекрасный дизайн очень красивые и там есть разные дизайны поэтому я не жалею в принципе что в моей коллекции появился вот такой наборчик но если вам нравится то вы в принципе тоже можете его приобрести но и также пишите в комментариях свое мнение по этому поводу так прошлый раз мне положили вот такую заготовочку подарок там был виноград и сегодня вот такая малинка очень хорошие вот эти заготовки мне кстати понравились вот виноградик я подарила девочки вот которая приходила ко мне в гости она вышивает бисером а вот у меня есть видео на где дальше приходила а вот и это уже понравилось я подарила вот эти вот малинки оставлю себе я я очень люблю ягодки цветочки это моя тема и вот такую классную основу я получил их подарок и вот собственно этот сюжет хэллоуин который я ждала хотела его вышивать в сп у юлии лишенко вот пришел этот заказ как раз пока я вышивала другие дизайны ко мне приехала тыковка на пластиковой конве двухсторонние ее я тоже буду вышивать как я уже говорила я не вкладываю особый смысл в тему хэллоуин мне просто нравится тыква и мне нравится фонарь из тыквы кстати вот такой фонарь из тыквы хорошо бы было сделать на дачу и не только чтобы он в праздник а чтобы он все лето там стоял кстати когда нибудь у нас может быть будет пруд поскольку у меня муж электрик может быть он и сделает такую тыкву и она будет возле пруда где нибудь стоять у меня есть такая задумка мне просто она кажется смешная и прикольная я не вижу в ней ничего страшного просто такой красивый дизайнерский фонарь и еще смотрите какая классная подвеска я сейчас открою и покажу вам я уже много заказывала магнитиков много заказывала брошей разных вот такая подвесочка у меня есть черная кошечка еще я хотела заказать подсолнушек потому что мой логотип моя тема подсолнухи но я его не могу поймать его везде во всех магазинах раскупают очень быстро и когда мне позвонили сказали подсолнуха нет вам убрать из заказа или заменить я сказала замените и такой же цене была ящерка собственно мне тоже нравится и вот такую ящерку я тоже хочу сделать посмотрите какая она красивая я сейчас покажу какие какой здесь бисер обратите внимание на название фирмы это новостич новостич это фирма от новослободы новослобода выпускает наборы а новостич подвески броши брелочки вот такие вот красивые помните я делала обзор на эту кошечку и говорила что мне не очень нравится что обратная сторона вот это блестяще когда закрепляешь нить вот этот блеск очень раздражает но но настолько красивый дизайн и что все равно я не разочаровалась и все равно мне хочется их вышивать так будем аккуратненько сейчас вот такая цепочка это будет брелочек подвесочка как видите подвесочка двухсторонняя так это все потом сшивается между собой как будто тонкая фольга как будто металл такая наркать как перфорированная бумага что ли ну еще раз говорю не знаю зачем покрашено это все таким цветом потому что это все будет вот так закрыто лучше бы это было матовое но может быть это такая бумага не металл может быть нет возможности закрасить не знаю хотя мне кажется вот это вот золото это закрашено лучше бы это было матовое вот такой красивый бисер вот этот бисер ювелирный он очень мелкий вот этот бисер это не десятка опа аккуратненько проволочка смотрите какая тонкая тонкая проволочка кстати я могла бы ее потерять я еще не знаю где она используется эта проволочка нужно будет внимательно почитать описание вот здесь бисер десятый вот это по моему да это десятый бисер это 13 так номер нет это номер 13 по ключу сам бисер вот этот ювелирный в общем используется десятый бисер и мелкий ювелирный вот такая будет интересная подвесочка ну вот здесь вот описание детали сборка в общем все подробно здесь описано я пока еще не делала планирую зимой я уже не раз говорила что я зимой планирую заняться брошами и вот такими подвесочками господи какая тонкая проволочка как бы ее не потерять нужно ее обязательно в пакетик положить и кстати я не помню на предыдущую кошечку я делала обзор и не помню была там проволочка или нет не потеряла ли я ее она такая тонюсенькая так ну в общем вот такие вот вот такие ящерки и ящерки прикольные если с обратной стороны сделать фетр и застежку то можно из них сделать две броши то есть или одну подвеску или можно сделать две броши и как я вижу здесь разные видите ну брюшка да и а разные у нас не получится разные не получится потому что это спинка а это брюшка хотя вот так визуально вроде как одинаково и здесь вроде сбоку как похоже на глазки так интересно даже мне прям даже стало интересно одинаково у них или нет мордашка ну-ка смотрите действительно можно наверное их две сделать с разным рисунком вот они две интересная задумка интересная задумка и еще хочу на вам ответить на вопрос который мне задавала моя зрительница по поводу доставки она живет не в россии она живет в другой стране и она говорит что на таможне несколько раз возвращали посылку то есть из магазина иголочка посылка долго шла девочки я вас могу заверить что это происходит не только в магазине иголочка точно так же вот ирина снимала видео что ей в финляндию из магазина мир вышивки также не сразу дошел заказ его на границе несколько раз туда сюда возвращали опять отправляли но это не зависит от магазина это зависит от таможни от магазина это не зависит поэтому если вы все-таки хотите делать заказ и живете в другой стране то вы должны учитывать эту постановку для того чтобы не удивляться что ваши заказы несколько раз могут возвращаться с таможни в магазин и магазин вам по нескольку раз пытается посылку отправить просто когда вы мне задаете такие вопросы и если это все начать объяснять про таможенные санкции и декларации то многие говорят ой ой не надо про политику ну то есть понимаете по другому я вам никак объяснить не смогу эту ситуацию вот ну куда одеваться нам просто с вами остается терпеливо ждать и все если вам понравилось видео не забывайте ставить лайк ссылочку для перехода в магазин я оставлю вам под видео удачных вам покупок всего вам доброго с вами была инесса пока пока удачных вам